Бисмиллах. Атика бин Тузаид, ради Аллаху анхан. Она была женой сына Абу-Бакра Абдуллах. Она была красивая, видная женщина была и разумная. Абдулла 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 сильно полюбил ее. Из-за этого даже начал делать упущение в своем джихаде. Иногда пропускал джихад. Из-за этого Абу-Бакр приказал своему сыну развести свою жену. Дать ей развод. Потому что он видел, она портит его религию. И он послушал отца, дал развод. Но после этого тоже, когда он увидел, он ее сильно любит. Он стихи писал про нее, разрешил ее вернуть. Он ее вернул. И Абдулла в битве шахидом стал. Но он оставил после себя имущество в жене и сказал, это расходует для своей жизни после меня, но замуж не выходи. Но Абдулла 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 мечет на нас и второе если бить не будешь он согласился но он не хотел что она ночью мечет ходила на условии такой план не запретил аваром хаттабы и ходить мечет и омар стал шахидом уже 3 мульчайдом становится после нее схватывается к ней зуба иру на вам и она ей ему тоже ставят условия с условиями чтоб я пост мечет ходила ты меня не запрещал что мечет ходить он согласился но от ревни от ревности не хотел ночью чтобы она мечет ходила но не мог запретить потому что это условие никаха была но он нашел выход от этого один день вышел когда до жени мечет вышел он спрятался темном месте когда жена проходила он подошел ударили по мягкое место и убить потерялся и она вернулась домой и после этого она сказала субхана ла люди испортились после этого ночной намаз она не выходила и так остановил ее что мечет не ходить ночью его муж верно вам после он то еще один стал из этого и его называли дина шахидов потом сводился к ней али ибн обитали в роде аллаху она после их салата за ним обитали она сказала я не хочу чтоб ты тоже шагидом стал стал и не вышла за ней замуж ра ди аллаху ханха ва ра ди аллаху а жмаэй ну Продолжение следует...